здравствуйте добрый день дорогие друзья с вами серафима морозова наш канал здорово с нами и вот мы сегодня с ириной она идет у нас в плавание длительное да она и заходит голод перья на в голоде уже сегодня седьмой день и сегодня идет домой и будет продолжать голодание дома и вот сейчас ирина у нас было три дня на сухом голоде и расскажи как ты себя вообще чувствуешь на сухом на воде какая разница я думаю что там все прекрасно может подниматься давление все же может быть рассказывали все может быть у меня в первый день так как я перед этим голодала потом у меня была еда я опять зашла в голод и мой организм еще не перестроился у меня первый день я спала у меня понизилось давление но это для меня нормально смерть всегда было низкое давление то что рожая детей давление низко поэтому организм к этому привык организм перестраивался организм меня спал я гуляла потом опять спала и ночью спала то есть нормально второй день это была на воде ты пила у нас я сухом была первое первое нет 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 я имею ввиду с понедельник а вот а любовь с понедельника все-таки надо bets но всем более полезно сухом она слова вам ты была в четверг да да а в голоде спокойно очень спокойно я пила водичку пила пилоты со мной организм Перестраивался пилоту и И не было того, что вот хочется, хочется, хочется есть. Такого вообще не было. Идёт всё с головы. Надо настроиться, что тебе не надо кушать. И всё. Что твой организм ест сам себя. Ну, это подожди, это с восьмого дня, с седьмого дня. Вот сегодня у тебя седьмой день. Ты три дня была на сухом. Вот на сухом у тебя поднялось давление в какой день? Сегодня только. Сегодня только поднялось, да? Это уже сегодня ты на воде. У меня вчера вечером чуть-чуть ночело, но вот сегодня. Ну вот смотри, ты на воде, потом на сухом. Что ты чувствуешь на сухом? Вот свои ощущения. Потому что кажется, ой, я не смогу сначала без еды, потом без воды. Потом вообще не смогу. Вот без воды. Что ты чувствуешь? И про клизмы скажи. Что тебе дают клизмы? Легче намного. Клизмы – это очищение. То есть вот они наполняют меня водой. Соленой, которая вытягивает все из тебя. Они вот здесь вот нет того, что она соленая. То есть она как очищает, что я пью воду. Да, у нас есть один такой большой нюанс. Ира сама не может себе делать клизму, потому что она руками не достает никак. Поэтому клизму здесь делала ей я два раза в день, а дома будет делать дочь. Она приезжала сюда, она училась, мы ей все показали, объяснили, она все поняла. И она делала уже маме клизму. Поэтому вот Ира идет домой, и я сказала, что на сухом… В прошлый раз мы не делали клизму, но в этот раз мы решили, нам нужен лучший результат. Нам надо, чтобы у тебя вот эти твои булки все поуходили, да, чтобы ты прям вот эти 40 килограмм сбросила бы. Сейчас вот ты зашла в 150, сегодня у тебя 140 килограмм вес. То есть вот за 7 дней у Иры ушло 10 килограмм веса. Пусть даже, посчитаем, кишечник 3 килограмма заполненный, выкинем, все равно 7 дней 7 килограмм чистого веса. Это очень хорошо. Ты по объемам это чувствуешь? Да. И легче намного. То есть вот я… У меня вещи, которые мне 5 лет вообще не нарезали, они большие. Я вот сейчас вот не знала, что одень, потому что все вещи большие. Это большая проблема худеющих, да. Вещи большие. Надо… Вот хорошо она утягивается. Она сошлась. Она… Ну и то, она же… Она же вообще, ну, когда вот я пришла, она же кошмар была какой. Я даже не хочу вспоминать, какая я была. Я хочу, что я уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась. Да, вот когда ты пришла в декабре, и я тебе сказала, что у нас цель 120, у тебя было такое лицо, такое лицо, нет, хотя бы 140, вот у тебя уже 140, тебя это удовлетворяет? Нет, надо еще. Да, потому что когда начинает уходить вес, и ты начинаешь ощущать себя другим человеком, тебе легче ходить, легче дышать. Я могу спать теперь на боку. Вы не представляете, какое счастье – это лежать на животе. Это спать на боку. То есть… Я даже не могу это передать просто. Да. Потому что несколько лет вообще только на спине лежишь, и не перевернуться ничего. А здесь им нужно гимнастику сделать, и ноги поднять, и руки поднять, и вот так вот вздохнуть. И у тебя это все вот это вот не болит, ничего, то есть это все дышит. Ну и твои ноги, конечно, твои ноги зажили. У Иры ноги полностью зажили. То есть у нас прошло практически три месяца ушло на это, да? Да, даже не ожидала. Потому что с 17-го начала, и вот сегодня уже, считай, седьмое, ну там 10 дней. Все равно практически три месяца. И вот за три месяца такой чудесный результат, потому что… Но помогли препараты. Без препаратов? Нет, без препаратов, конечно же, никак. Особенно деготь, особенно вот… Ну да, второй деготь, виватоном, едином. Ну то есть все в комплексе, нету такого, что ты сел, мажешься одними тем же, и оно тебе поможет. Нет, то есть обязательно надо система. И в систему у нас здесь ходило… Голодание было первым, и вторым у нас была противогрибковая программа. И то, что у Иры очистилось тело от вот этого желтого налета, который был под грудью, под животом, все складки были гниющие, мокрые, это вот все прошло. Боняло кошмар. Да, и даже уже не верится. Да, потому что прошлый раз у нас была… Ира была неделю, и она через неделю уехала, и мы убирали комнату целый день, чтобы все пахло. Сейчас вот уже у нас сколько дней? С 25-го, 15, почти 45 дней скоро, да, и комната не пахнет. То есть вот нет такого запаха, хотя там два человека с такими серьезными проблемами живут. Поэтому это показатель, что есть система, что систему надо соблюдать, и что если вы начали, то вы должны дать себе слово, потому что вот тут у нас недавно был концерт, я захожу в комнату, а наша вторая пациентка сидит и втихушку ест морскую капусту. У меня был шок просто на голоде. Какой день был? Шестой, пятый день голода, и человек сидит, шестой день был голода, суббота, да, шестой день голода, и человек сидит и ест капусту морскую, которой нельзя категорически соль на голоде, на выходе, потому что отеки, а у человека отеки. То есть для меня это был шок. Зачем? Мы никого не заставляем, мы, если ты решил сам оздоравливаться, голодать, привести себя в порядок, это ваш выбор, мы просто вам подсказали. И, конечно, для меня это было просто вот полный пипец. Я не ожидала. То есть человек хочет вроде как выздороветь, и вдруг берет и ест. И как бы это ни оправдывалось, что бы ты себе ни придумывал в оправдании, этого не должно быть. И если вы решили, поэтому вот мы не берем никого, кто хочет похудеть, да платьишко. Некоторые говорят, я хочу похудеть, вот, например, с 56 на 50 размер одеть платье. Нет, такие люди, они не похудеют, потому что они будут постоянно находить себе какие-то отмазки. А у Иры, у нас у нее другая цель, она вообще согласилась и полностью решила измениться. И сохранить ноги. Да, главное сохранить ноги. Ноги теперь сохранили, теперь дальше нужно... Мне очень помогли уколы, хотя они болезненные, но очень помогли. Даже жир входит вот этот вот. Да, это мы кололи бетулин, мы кололи садор, много чего кололи, все делали, и женское здоровье кололи. То есть мы подкалывали, чтобы поддержать. Но самое главное, что не пошло в кости, потому что вначале были поражены кости. И вот это было самое страшное, потому что остеомелит, его очень сложно убрать. Ну, правда, хуже всего, когда дети растут, и у них одна нога укорачивается, это вроде взрослый человек. Но все равно при таком весе не иметь ноги – это пипец. Все, поэтому вот мы тогда Ири сказали, что самое главное – сохранить ногу. А для того, чтобы ее сохранить, больно, не больно, надо убрать, чтобы кость не была поражена. Ну, а как вообще твое настроение? Каким настроением ты идешь домой? Вот в прошлый раз ты уходила, да? Ты тогда не знала, сколько будешь голодать. Да, совершенно не. И не хотела уходить. Можно я еще чуть-чуть побуду? Помнишь твои слова? Я говорю, нет, давай-давай, свободное плавание. Ну, сейчас хорошо, сейчас меня дома ждут, дети ждут, я знаю цель, надеюсь, все будет хорошо. Да, теперь у нас есть весы, теперь мы к тебе приедем с весами и будем видеть, насколько ты скидывала реально, а не так. Объемы ушли-ушли, а ничего не видно по весам-то. А раньше как-то вот не знаешь и не знаешь. А сейчас уже есть цель, которую надо делать. Да, Ира говорит, поставь меня на весы, я хочу посмотреть, сколько я похудела. Я говорю, раз в неделю, что смотреть, блин, килограмм больше, килограмм меньше. Нет, нет, хочется килограмм поменьше. Да. Ну, что ты вот можешь посоветовать людям, которые вот как ты, такие вот бедные, несчастные, которые сидят дома и поставили себе такой большой-большой жирный крест? Не сидеть дома. Первое, что не сидеть дома. Выйти на улицу и хотя бы обойти вокруг дома. Не то, что вот гулять, нет, просто обойти вокруг дома, уже будет легче. Я всегда вам говорила, ставим себе цель, увеличиваем своё пространство, смотрим дальше, потому что стены в доме, они ограничивают тебя, а выход на улицу... Хотя бы пройтись вот по лестнице... Сейчас у всех лифт. Вот, пройтись по лестнице на первый этаж, взять газетку и пройтись так же по лестнице наверх, уже будет легче. На следующий день ты уже легче пойдёшь за газеткой. Ну, не сразу, наверное, может, сначала хотя бы один-два этажа, в зависимости всё от веса, потому что... В зависимости, где ты живёшь ещё, на каком этаже. Если ты живёшь на четвёртом, на пятом, спуститься можно. Ну, хорошо, ты поднимешься на лифте, но спуститься легче. Ну, ты, я вот, что-то не помню, чтобы ты первый раз спустилась. Вот ты с коктюлями пришла. Нет, я ходила, я ходила к соседке. Ну, на площадке. На площадке ходила. Она мне говорит, пойдём повыше. Я ходила, то есть, повыше этаж, пониже этаж. То есть, я вот, я пыталась что-то шевелиться. Я пыталась дома убирать, я пыталась дома готовить. Потому что около плиты тоже не посидишь, а постоишь. То есть, я напряжение нам не давала. Я мыла посуду. То есть, вот, я хочется как-то шевелиться начинала. Но всё-таки голод есть голод. Да, вот всё-таки лечебное голодание, в чём его большой плюс в том, что он работает. И при этом ты насыщаешься твой организм полезными аминокислотами, если вы правильно на голоде. То есть, вот, почему, например, после выхода из голода нельзя первые 7 дней категорически ничего из масла. Потому что вот это вот в 7 дней первые, они ещё как бы продолжение голода, даже на воде. И даже добавляя зелёные соки, зелёные коктейли, что-то такое ты добавляешь, но без жира. Организм вырабатывает вот этот вот первородный микони. И получается, что вот мы делаем клизмы, да, и всё равно стул есть. Хотя ты ничего не ешь. То есть, стул есть, потому что это желчь. Выходит много желчи. Организм чистится. Организм ест правильно вот это вот. Всё полезно. И главное включать это ауто. Ты даже на сухом. Да, то, что сжигает твою вот эту всю дрянь и чистится организм. И ты это чувствуешь. Ну, может быть, слабость, конечно. Надо просто полежать или посидеть. Если очень-очень плохо, я об этом вот буду писать в статье и буду говорить, что можно съесть даже ложечку мёда. Это в крайнем. Тогда, да, в крайнем случае, когда вот, ну это на сухом, когда бывает. Но на сухом обязательно надо делать клизмы минимум две в день. Потому что, когда мы делаем клизмы, мы снимаем интоксикацию, которую даёт вот именно голодание. Ну, на сухом. Потому что вода всё-таки, она разбавляет. Ну, и есть разница между... Ну, я, например, не сильно чувствовала разницу вот на сухом и на воде. Я же говорю, на сухом я хотела пить. Рот сохнет, да. А она, когда тебе надо пить, ты не хочешь пить. Всё правильно. Ты хочешь как этот... Потом, блин, завтра надо сухое. И начинаешь вечером пить воды, потому что ты знаешь, что завтра пить нельзя. Ну, вот сейчас вот три дня. Как тебе эти три дня прошли сухого голодания? Ну, первый день тяжеловато было. Второй день вот как-то... Потому что были процедуры и клизмы, и я гуляла. То есть всё-всё-всё-всё-всё вместе. Вроде как бы устаканилось. Вчера вот к вечеру давление поднялось. Ну, опять я полежала в воду вечером. Ну, это же было вечером. Да, если на сухом голодании после шести вечера, если ты плохо себя чувствуешь, то ещё можно выпить воды. Я выпила воду, мне полегчало, и я спокойно заснула. Да, мы тебе ещё поздно сделали клизму вчера. 12 часов, потому что в субботу у нас было много пациентов. Ну, в голове, в голове, в голове, что-то такое, что всё хорошо. Я даже просто не ожидала, что я выдержу три дня на сухом. Да, потому что когда я сказала, Ира, заходим в голод, у неё первый вопрос какой? Какой, да? Насколько? Ой, только не 40. Пока на 21. Да, потому что если ты заходишь и чувствуешь себя на 21 хорошо, то мы продолжаем. Потому что при твоём весе есть чему сгорать. И самое главное, ты будешь делать вот этот бамбуковый массаж вениками. Да, обязательно, мне очень понравилось. Вот я стучусь по спине, и мне очень нравится, когда ты вот по спине. Ну, главное тебе твои булки. Ну, ну, это уже сын стучал, они потихо-чуть уходят. Прям видно, прям вот растяжки. Раньше не было, раньше всё было... Настолько вот... Но у тебя все равно еще нет провисаний. Пока еще нет провисаний у тебя. Нет, провисаний нету, и я надеюсь, не будет. То есть я буду этим бить палками. И самое главное, что? Ходить, ходить и ходить. Так что оставайтесь с нами. Смотрите, Ира нам будет присылать видео свои. Мы приедем с Веней, потому что нам надо будет почистить твой дом, твое пространство, где ты живешь. Привези вот это энергетически все в порядок, чтобы тебе было легче. Потому что здесь мы постоянно и окуриваем помещение, и очищаем, и медитируем, и все делаем. И вот Ирина у нас это все научится делать. Мы почистим, и все будет у нас хорошо. Оставайтесь с нами. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok